Старый Купавни Ногинского района прошел круглый стол. На этот раз его темой стала социальная адаптация трудовых мигрантов. Мероприятие прошло с участием представителей органов власти, общественных палат муниципальных районов Подмосковья, а также региональных и местных национальных объединений. Местом проведения стал Татарский мусульманский культурный центр города. Выработка общего направления по культурной и социальной работе с трудовыми мигрантами – главная цель заседания этого круглого стола. Спикеры и гости подняли ряд миграционных проблем, подлежащих необходимому решению. Так, присутствующими было поддержано, что культуру и уважение к нациям необходимо закладывать в детстве. Если ты хочешь привлечь внимание взрослой части населения или консолидировать эту часть, удели повышенное внимание детям и подрастающему поколению. Через них тогда родители и проявляют интерес к тем или иным мероприятиям, которые проводятся на тех или иных площадках. И тогда они больше ценят то, что растут их дети, это то завтра, которое должно быть чисто, которое должно входить в этот мир с высокими нравственными устоями. На примере Татарского муниципального культурного центра в Старой Купавне были предложены методы работы с другими диаспорами. Представители татарской общины, независимо от вероисповедания и национальности, например, помогают многодетным и нуждающимся семьям собрать ребёнка в школу. А также всех желающих обучают в кружке при Национальном культурном центре, где дети разной национальной и религиозной принадлежности с малых лет начинают дружить. Своими предложениями делились и руководители национальных общественных организаций других регионов Московской области. Нужен тот фактор, где они могли прийти, где с ними можно заниматься, где с ними можно проповедовать ту основу российского законодательства. Помимо основ ислама, правильного понимания ислама, то есть и основы российского законодательства. Мы в своей организации ведём работу, как бы повлекая в неё тех людей, уже такой костяк образуется среди приезжих, которые уже на протяжении многих-многих лет живут. В этом году по предварительным подсчётам на территорию Московской области въехало около 1 миллиона 200 тысяч трудовых мигрантов. И это только вставший на учёт. Есть две причины их прибытия – сезонные работы и смена места жительства. Известно, что Московская область – наиболее привлекательный регион для заработка. Здесь, бок о бок, живут и трудятся представители шести диаспор. Поэтому вопрос об их взаимодействии друг с другом очень важен и актуален. На встречу руководителями национальных общественных организаций было принято решение о тесном взаимодействии и выработке единого направления работы с мигрантами. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова